Реализовать свой социальный или бизнес-проект участники молодежного форума «Ладога» смогут уже в этом году. Организаторы помогут самым талантливым. В первую очередь финансово. В Ленинградской области прошел ключевой образовательный форум Северо-Запада. За семь дней молодые активисты прошли обучающие курсы. А те, кто не служил, смогли на пару часов перевоплотиться в солдат-срочников. На полях лагеря впервые развернули настоящий мобильный пункт вооруженных сил. Ненецкий округ на форуме представила делегация из 15 человек. Результаты впечатляющие. Наш регион оказался третьим, обойдя 8 других субъектов. На молодежном форуме «Ладога» почти все напоминает жизнь в классическом пионерском лагере. Встали, умылись на зарядку. А после завтрака занятия. Форум в этом году пусть и не юбилейный, но особенный. Организаторы для участников подготовили незабываемую программу. Причем образованию уделили минимум времени. В приоритете – знакомство, общение и обмен культурными ценностями. На открытии форума наша делегация появляется эффектно. Перед зрителями Ненецкий округ открывается в трех национальностях. Девушки зачитывают приветственное слово на ненецком, коме и русском языках. Глядя на все это, Игорь Кошин с гордостью поднимается на главную сцену форума. Дорогие друзья, мы привезли из Дополярного круга замечательную погоду. Я смотрю на присутствующий форум, на замечательных ребят, эти прекрасные молодые лица. Одна печаль. В основном одни девочки. Получается, что ребята палатку военную что ли не прошли? Военную палатку можно было пройти в полевом лагере. На мобильном пункте представлены все этапы отбора на срочную службу. Профессиональный психологический тест, нормативы по физподготовке. Также вживую можно было познакомиться и с образцами военной техники. Форумчане уверяют – интересно и познавательно. Ведь подобного они нигде не видели. Вот этот вот чемоданчик, который предназначен для ее переноски, он же может являться и стартовой площадкой. В этом году лагерь собрал рекордное количество участников – почти тысячу человек. Все они выбрали для себя интересующие образовательные программы. Вот здесь обучают предпринимательству, есть направление для молодых политиков, будущих деятелей культуры. А это школа журналистики. Начинающих телевизионщиков учат работать на камеру, брать интервью и писать новостной текст. Сейчас уже со своего 17-летнего опыта в тележурналистике я ему говорю, что не нужно поступать обязательно на профильный факультет. Потому что тележурналистике, журналистике можно научиться дополнительно. Лучше иметь какое-то профильное образование, юридическое, экономическое, оно не помешает. А те, кто еще только планирует или уже работают в печатных, СМИ в стороне тоже не остались. Для них незабываемые мастер-классы провели представители различных газет и информационных агентств. Таких, как, например, и Тартас или Русская служба новостей. Слушаю лекции с интересом. Все очень здорово. Все приходят с большим удовольствием, выходят с горящими глазами. Получаем много информации. И, конечно же, ее в дальнейшей работе можно будет использовать. Самым большим по численности участников направлением организаторы назвали «Ты предприниматель». Здесь учатся как еще только начинающие, так и уже вполне опытные акулы бизнеса. Каждый отсюда хочет уехать с новыми идеями, мыслями и знаниями, которые затем обязательно пригодятся в их нелегком деле. У нас проводятся лекции с такими акулами бизнеса, которые мне были на Январе. Я бы только на телевизоре увидел. Много новой информации, очень полезной информации. Я даже стараюсь бежать на лекцию бегом, чтобы ни одно слово не пропустить. Во всех павильонах в основном обсуждают молодежные проекты. Например, на форуме высоко оценили идею калининградских студенток. Девушки в больницах создают игровые комнаты для детей, чтобы маленькие пациенты чувствовали себя как дома. Их проект поддержали финансово. А всего в этом году на поддержку молодых активистов Росмолодежь выделила полтора миллиона рублей. Почти все деньги отправились в Ленинградскую область. Мы надеемся, что в следующем году проекты будут еще более проработаны, более четко структурированы и интересны, инновационны. То есть каждое годы наши ребята будут вносить в нашу жизнь что-то новое, интересное. Итак, Алексей Кожокин. Повторяй, Леша. Как найти любовь на форуме? Ну что, мы уже друг друга нашли. Провели на форуме и КВН. Четыре сборные команды сотворили невозможное. За одну ночь они написали шутки о лагере, за час отрепетировали, а уже вечером выступили. Одна из героинь – Юлия Родчева. Она и автор шуток, и капитан своей команды. Жили участники лагеря не в палатках, как это обычно бывает, а в уютных комнатах пансионата. Поэтому даже самый сильный дождь и низкие температуры здесь никого не пугали. Несмотря на то, что была все время холодная погода, все дни были солнечными в душе. Все, кто сюда приехали, они все получили какой-то результат. И мы надеемся, что этот результат не замедлит себя ждать в нашем регионе. Наш регион поучаствовал во всех спортивных и интеллектуальных дебатах, занимая почетные призовые места. Итог – общее третье среди 11 субъектов. И это при том, что наша делегация – самая малочисленная. Для примера, одна Ленобласть насчитывала больше ста человек. Даже некоторые уже желают приехать и хотят приехать к нам в гости. Ну, сколько мы уже слышали, вас знаете, к нам говорили, спрашивали, где находятся. Ну, как бы удивлялись, что у нас, конечно, так холодно, и как мы там живем. Ладога! Вслед за Ладогой в Ленинградской области прошел еще один молодежный образовательный форум «В смысле». Правда, в отличие от первого, он уже не окружной, а всего лишь региональный. Впрочем, нашим молодым активистам это никак не помешало приехать в лагерь. Делегация от Ненецкого округа на площадке была хоть и скромная, всего два человека, зато оба с важными для нашего округа социальными проектами. Мы побывали на форуме, чтобы понять, в чем же их смысл. Думающая молодежь добиралась до лагеря по единственной неровной дороге, ведущей в поселок Стрельцово. Молодые люди перед входом на форум прошли почти предполетный досмотр. Жидкость – пожалуйста, а вот все, что связано с огнем – под запретом. Душ, в особенности умывальники, напомнили о пионерском прошлом. Впрочем, такие воспоминания приходят на каждом форуме, который организуется под открытым небом. Да и задачи у молодежных площадок практически всегда одинаковые. Сначала участникам дать знания, затем их применить на деле. И самое главное, чтобы они познакомились с другом, выставили коммуникации. Потому что я уверен, что эти знания, которые они здесь получат, эти знакомства, которые они здесь приобретут, они будут всю жизнь служить. Они будут с ними рядом всю жизнь идти, эти друзья, и помогать им во всех делах. Конечно же, раз форум региональный, это не значит, что здесь только представители Санкт-Петербурга. Есть участники из других регионов и даже стран. На вторую смену приехали ребята из США, Италии и Германии. Но главные герои – они. Солдаты-срочники. Здесь их почти 200 человек. Отличить от гражданских несложно. Зеленый пиксель, он и в лесу зеленый. На форум они приехали без поставленных задач командира. Говорят, просто сменить обстановку. Разнообразие хоть какое-то. Сразу же гражданка чуется. Народ гражданского много. Они все в зеленом. Свобода хотя бы. А то там постоянные рабочки, это все такое. Осталось 4 дня уже до дома. Ну, все равно приятно, что пригласили. Прикольно все вообще. Кормят, кормили. Концерт какой-то тут. Я заказал. Наш регион на «в смысле» представили Федор Валей и Светлана Тайбарей. Сейчас оба живут в Петербурге, учатся. Но после получения диплома обещают обязательно вернуться в родной Наринмар. К тому же впереди у Светланы реализация проекта на территории округа. Студентка Герцена собирается создать арктический образовательный центр. И идей у нее сразу несколько. Это и утилизация заброшенных объектов Арктики, превращение таких объектов в инвентарь для дальнейшего использования, либо это будет музей под открытым небом. На форуме она хочет найти команду, чтобы совместно разрабатывать проект, а в дальнейшем воплощать его в реальность. Кстати, Светлана здесь еще и представляет молодежное отделение землячества Нятва. Оно занимается объединением земляков на большой земле, чтобы люди совместно могли решать различные вопросы. В составе Нятвы Федор Валей. Молодой человек на подобном форуме впервые. Походные условия проживания его совсем не пугают. Ну, я уже привык ночевать в палатках. У меня был опыт такой. В интернате ходили походы различные. Поэтому нет, мне страшно. Тем более я посмотрел, условия здесь хорошие. О своем проекте он говорить пока не хочет. Забегать вперед действий – это не его, признается Федор. А вообще изменять этот мир к лучшему здесь будут почти 200 человек.